привет ребята сегодня я решила поделиться с вами процессом построения портрета с фотографией именно карандашом и рассказать немного о своих техниках и приемах которыми я пользуюсь чтобы облегчить процесс придания схожести портрету в качестве референса я взяла это фото девушки мне понравилась поза легкий поворот головы это что прическа открывала овал лица что очень сильно облегчает задачу при построении портрета сегодня и для замеров я буду пользоваться своим карандашом и для начала я отмечаю общий объем головы то есть располагая ее на листе чтобы сразу понять насколько узким делать овал лица можно взять ширину головы на фото и посмотреть сколько таких расстояний вмещает в себя длина головы по вертикали например у девушки на фото длина головы вмещает в себя полтора размера от ее ширины и помните что строим мы именно размер головы они лица и так намечаем размеры и рисуем овал пока просто общую форму а затем сразу отмечаем вертикальную линию которая делит именно лицо пополам то есть она проходит между глаз по серединке носа и губ соответственно из-за поворота головы у девушки эта линия сдвинута немного влево затем мы находим линию глаз как правило если человек смотрит не вверх или вниз а именно строго прямо даже с поворотом влево вправо эта линия находится посередине собственно как и на нашем фото далее находим линию бровей я отмерила ее на глаз но вы можете ориентироваться на расстоянии на фото например взять какое-то расстояние за ориентир и относительно него отложить вверх эту линию и если разделить расстояние от линии бровей до подбородка то можно найти линию кончика носа и если разделить расстояние от линии носа до подбородка то можно найти линию расположения нижней губы и это соответствует правилу расположения черт лица собственно вы можете свериться на фото так оно и есть далее находим расположение глаз вообще можно взять за основу скажем расстояние между глаз и относительно него построить все размеры например можно увидеть где именно относительно центральной линии расположены глаза насколько меньше будет левый глаз в отличие от правого из-за того что у нас поворот головы идет слегка влево далее ищем ширину кончика носа а если провести вертикальные линии от крыльев носа то можно посмотреть где именно они пересекают глаза и относительно этого наметить их расположение я также сразу намечаю кончик носа он слегка вздернут вверх поэтому рисую что-то вроде треугольничка с мягкими углами ну и конечно же намечаем переносицу она у нас узкая и относительно центральной линии можно также наметить ее ширину и расположение далее я нахожу линию роста волос и тут также можно свериться относительно например расстояние между глаз если мы взяли его за основу либо по ширине лица а также относительно линии расположения носа и бровей мы рисуем форму уха например ушка может быть расположена чуть ниже или чуть выше ну и затем находим брови если провести линию от крыла носа к внешнему кончику глаз то можно найти внешний кончик брови в принципе здесь уже можно отрисовывать отдельные черты лица например нос ориентируясь на фото конечно же я смотрю насколько он повернут влево как высоко вздернут кончик и где расположены ноздри тут уже нужно тренировать свой глазомер и учиться копировать форму на которую вы смотрите ширину губ можно также найти если провести вертикальные линии и посмотреть где они пересекают глаза на фото и отметить это же расстояние на портрете на дальше мы рисуем форму губ и намечаем подбородок дальше я решила откорректировать овал лица относительно расположения губ можно например найти вот этот сгиб подбородка чтобы сделать подбородок не слишком узким или широким обязательно строим шею и я решила сделать переход в плечи чтобы у нас портрет смотрелся гармонично или лицо не плавало просто на листе без какой-то опоры а дальше я приступаю глазам вообще вы можете начать портрет с построения глаз я тоже иногда так делаю но в этот раз решила построить сначала общие формы а потом уже самое основное это глаза а если вы начнете с них то вам в принципе будет даже легче ориентироваться потому что как вы поняли мы очень много ориентиров строим относительно глаз поэтому вы можете начать именно с них форму глаз я рисую почти такую как на фото но я решила сделать немного больше по размеру а кстати я сняла подробное видео о том как строить глаза так что можете посмотреть его по ссылке в описании под видео кстати не забывайте что чаще всего у нас внешние кончики глаз расположены чуть выше относительно внутренних кончиков то есть например наша линия глаз она может быть ориентиром для внутренних кончиков либо для внешних девушки на фото кстати это прям очень заметно также рисую ямочку над губой и немного корректирую саму форму губ потому что я захотела сделать немножко полнее вообще это была достаточно свободная отрисовку портрета я вроде как ориентировалась на фото в плане расположения черт лица и общей формы но при этом заранее знала что буду менять некоторые черты потому что я художник я так вижу хочу и делаю далее я нахожу пробор в прическе который находится слегка справа и под наклоном а дальше отрисовываю ухо стараюсь копировать форму как на фото вообще форму ушной раковины довольно простая но почему-то для новичков она кажется очень сложной вам просто нужно запомнить выучить и отрисовать ее до тех пор пока это не дойдет до автоматизма потому что в принципе форма у всех одинаковая отличается только какими-то мелкими деталями и размерами ну и дальше я намечаю общую форму прически объем волос у нас слегка выходит за овал лица поэтому рисуем прическу немного отступая от этого овала но смотрим на фото чтобы не переборщить с объемом волос я намечаю прическу легко задавая форму но особо не прорисовывая каждую волосинку так как мы готовим с вами скетч под акварель и такая детальная прорисовка вообще не нужно ну собственно наш скетч готов я убираю клячкой лишние линии на портрете чтобы они потом не просвечивали сквозь акварель и все можно переходить к более детальной прорисовки а я готовил этот скетч для акварели но на самом деле отсюда уже можно начинать например штриховать его карандашом либо работать с гуашью ну а в следующем видео мы с вами подробно разберем зарисовку портрета именно акварелью подбор цвета кожи и работу со светотенью но а если это видео оказалось для вас полезным жмите лайк и оставляйте комментарии если попробовали нарисовать портрет вместе со мной кстати ссылку на фото референс девушка я оставлю в описании под видео не забывайте подписываться на мой инстаграм и увидимся с вами во второй части пока пока